Привет, друзья! Меня зовут Вера, и сегодня я наконец-то покажу, что мы читали с сыном в 3 года 5 месяцев. Теперь в наших ежемесячных обзорах, помимо книг, я буду показывать кое-какие пособия. И сегодня это будут два комплекта карточек, с которыми мы активно играли в октябре. Пока не забыла, расскажу, что у меня появилась группа ВКонтакте, где я рассказываю о скидках, каких-то полезностях ровно в тот момент, когда узнаю о них сама. Также я публикую там наши видео, какие-то лайфхаки, ну и много всего интересного, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей и получать их из первых уст. Ссылка на группу будет под видео. Ну и о книгах. Первая книга «Едва ли нуждается в представлении» – это известное произведение Ричарда Скарри, оформленное в большом формате в твердом переплете. Здесь 33 интересные истории, которые рассказывают о героях разных национальностей и культур. Истории короткие, буквально на разворот два, текста здесь мало, в основном динамичные иллюстрации. И сразу хочу сказать, что явных национальных особенностей эти рассказы не отражают. Да, здесь можно увидеть конкретные характерные черты той или иной страны, достопримечательности того или иного города, но автор на них не акцентирует. Где-то даже совершенно случайно находишь какую-то связь истории с заявленной страной, но на самом деле тема интереснее. Сами истории чаще смешные, абсурдные, невероятные, но при этом очень добрые и милые. И на мой взгляд, очень чувствуется, что это перевод, что автор не русский человек, текст немного чопорный, негладкий, отрывистый. Но опять же, это скорее особенность книг Ричарда Скарри, их необычность, их изюминка. Ребенок в неполные 3,5 года над книгой хохочет, у него есть любимые истории, он обожает рассматривать и комментировать иллюстрации, книга нравится, поэтому я смело могу ее рекомендовать. Особенно, если вашему малышу интересны путешествия, страны, города. И, кстати, наше чтение всегда начинается с карты, она представлена на фарзации. Тема машинкой приезжает в интересную ему сегодня страну, которую мы в дальнейшем читаем. Из минусов могу отметить не очень удобную навигацию содержания, приходится глазами искать в названиях нужную страну, затем страницу. Конечно, было бы удобнее, если бы был список стран в алфавитном порядке, но это я, конечно, уже придираюсь, книга на самом деле отличная. Следующая книга про транспорт от Мифа. И знаете, мои впечатления о книге до сих пор неоднозначны. С одной стороны, это качественно информативная книга на тему транспорта, с другой, я не совсем поняла, на какой возраст она рассчитана. Опираясь на характер подачи, я бы предложила ее детям 4-7 лет, не старше. С другой стороны, здесь очень много цифр, стран, имен, национальности, исторических фактов, что, понятно, уже детям постарше. Больше половины книги занимают рассказы об истории транспорта. Современным машинам уделено крайне скромное количество страниц про машины будущего и вовсе пара строк. А еще будьте готовы к непростой лексике. Лично я для себя открыла около десятка новых слов. Резюмируя, могу сказать, что книга интересная, но я настоятельно советую не вестись на ее красочность и приобретать ближе к начальной школе, ну или к тому возрасту, когда ребенок уже умеет самостоятельно читать, маленькие текстовые блоки и множество иллюстраций очень к этому располагают. Ну а фанатам машин вроде нас рекомендую не сдерживаться и покупать уже сейчас, пока она есть в наличии, есть в продаже. И в три года есть что обсудить. Душевная книга со стандартным сюжетом «Я ищу свою маму» мало кого оставит равнодушным. Я даже закрою глаза на то, что книга для детей до трех лет так меня покорила тема иллюстрации. И самое главное, что я не прогадала. Тема без ума от книги. Мы часто проигрываем сюжет даже без самой книги, так она ему понравилась. Читаем разными голосами, имитируем шорохи, шелесты, поэтому чтение всегда получается захватывающим даже для нашего папы. Одна из самых любимых книг в этом месяце, несмотря на то, что она как минимум четвертая в нашей библиотеке с подобным сюжетом. «Суперспасатель» — это книга полное заданий, головоломок, лабиринтов, поделок, даже наклеек. Так мы ее любили, что она вот у нас даже по швам затрещала. Заявлено, что книга для детей от 5 лет, но трехлетка вполне справляется с большинством заданий. Они здесь, кстати, интересные, не банальные. И у нас есть почти все книги из этой серии, но пока прониклись только вот этой. Однако могу сказать, что вся серия достойная, но обязательно смотрите на возраст, поскольку какие-то книги идут для деток от 3 лет, и задания там значительно проще. Хорошая новость, сейчас эти книги здорово подешевели. Одна из немногих книг, которую я ну очень ждала с начала ее выхода, позже ее доставки, но сказать, что я в восторге, к сожалению, не могу. Возможно, я ее просто не поняла, или, скорее всего, она рассчитана на детей более старшего возраста, но заснуть хотелось мне, а не ребенку, причем от скуки. Она написана так монотонно, так растянутой, так длинно, что в процессе чтения из-за этой монотонности я теряла сюжетную линию. Тем не менее, я решила показать ее в видео, так как мы действительно часто ее читали, сначала пытались все же внедрить ее в наш ежедневный книжный ритуал, потом мы читали в сокращенном варианте, или просто рассматривали картинки, так как они здесь действительно чудесные, но в конечном итоге от книги отказались, и я думаю, что в ближайшее время к ней не вернемся. Как бы ни старалась я читать ее, и разными голосами, и разными интонациями, и в разном темпе не пошла. Ни как интересная история, ни как книга для засыпания. Ну а теперь покажу карточки. В последнее время мы, как в раннем детстве, часто с ними играем. Комплект «Культурное наследие» включает в себя изображения главных исторических и архитектурных памятников России, и нам очень повезло, что некоторые из них мы имели честь неоднократно наблюдать воочию. Это и Выборгский замок, и Царское село, и Зинний дворец, и Петергоф, и Исаакиевский собор. Здесь 24 карточки, и на обороте каждой тезисно представлены факты о строении, и дано какое-то творческое задание для малыша. Также есть отдельная карточка для родителей, на ней расшифрованы условные обозначения, и даны какие-то идеи, рекомендации для игр конкретно с этим набором. Качество, как обычно это бывает у умницы, на высоте, плотный картон, четкие отличные изображения. Очень советую детям и взрослым, так как играя с ребенком, я тоже здорово прокачиваю свою эрдицию. И второй набор из той же серии «Загадки природы». В отличие от предыдущего комплекта, этот скорее для деток до 3 лет, поскольку слова здесь простые, но я все равно советую до 4 лет смело, потому что информация данная на обороте достаточно интересная, чтобы обыгрывать ее с детками и более старшего возраста. Занимательные факты, интересные задания, мне очень нравится подход и исполнение. Здесь также 24 карточки, плюс одна информационная для родителей. Кстати, отличное дополнение к нашим книгам о погоде из предыдущего обзора, ссылку на него обязательно оставлю под видео. На сегодня это все, надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. С удовольствием познакомлюсь с вами ближе. Не забывайте про мою новую группу ВКонтакте, канал Телеграм, и обязательно берегите себя, свою семью и читайте хорошие книги. Пока! И да, все ссылки, как обычно, под видео. Субтитры сделал DimaTorzok